Мы стараемся всегда сохранить всё для зрителя самое ценное. Иногда нас заставляют уничтожать, но мы умеем это делать так, чтобы потом это всё восстановить. Дмитрий Комаров – известный журналист и фотограф, телеведущий шоу про путешествие мира наизнанку. Программа стала популярной во многих странах СНГ, а Дмитрий Комаров – одним из самых привлекательных и обаятельных ведущих. Как живёт главный путешественник страны, мы расскажем вам в этом видео, которое сделали по просьбам наших подписчиков. Дмитрий Комаров – как живёт ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров появился на свет 17 июня 83-го года в Киеве и стал первенцем в обычной советской семье. Его родители Константин и Нина создали семью в позднем по советским меркам возрасте. Отцу на момент свадьбы было 33, а матери 27 лет. До брака каждый из них проводил насыщенную жизнь. Отец покорял горы Кавказа и много путешествовал по странам Советского Союза. Мать также жила в своё удовольствие. Благодаря этому, по мнению Дмитрия, ему передалась страсть к путешествиям и открытиям. Маленький Дмитрий часто просил подарить ему братика или сестричку, и спустя 6 лет он получил свой подарок, правда, двойной. В семье появились близнецы Ангелина и Николай, что стало неожиданностью для родителей, ведь УЗИ показывало одного ребёнка. Сегодня Николай занимается созданием компьютерных игр, а Ангелина является стилистом-парикмахером. Только сестре Комаров разрешает экспериментировать со своими волосами. В детстве будущий журналист занимался 6 лет в музыкальной школе по классу фортепиано. Он мечтает когда-нибудь восстановить занятия со своей учительницей, но больше музыки его интересовала журналистика. Свою первую статью он написал в 12 лет. Рос Дмитрий в 90-е годы, когда люди находились в нищете и депрессии, но сам молодой человек не унывал. В подростковом возрасте во время каникул Дмитрий подрабатывал подсобником на стройке. В день он зарабатывал по 20 гривен, примерно 10 долларов, и, накопив денег, сумел не только помочь родителям, но и осуществить свою мечту – купить фотоаппарат. Юный фотограф делал снимки красивых пейзажей каждый день, а вскоре направил объектив на знаменитостей, которых тайно фотографировал после концертов. Эти снимки настойчивый парень приносил в разные издания, в одном из которых начали публиковать его работы, а вскоре вовсе доверили писать заметки и статьи. После окончания школы парень поступил в Национальный транспортный университет на специальность «Инженер». Одновременно с учебой в техническом вузе он устроился в редакцию «Теленеделя», а со временем стал работать специальным корреспондентом «Комсомольской правды» и «Известий в Украине». Помимо этого он писал статьи для целого ряда печатных изданий, включая «Мужские глянцы» и «Гоу» и «Плейбой». На третьем году студенческой жизни он понял, что техническая специальность не для него, и параллельно поступил в Киевский национальный университет культуры и искусства на специалиста по связям с общественностью. Дмитрий с юных лет любил путешествовать, причем привлекала его в поездках не туристическая, а реальная жизнь страны, в которую он приезжал. Зачастую в путешествии он отправлялся один, брал только любимый фотоаппарат, чтобы сделать как можно больше необычных фотографий. По приезду парень организовывал фоторепортажи и выставки наиболее интересных работ. Со временем он начал брать с собой видеокамеру и снимать эксклюзивные материалы с самых загадочных и удивительных мест нашей планеты. Во время путешествия в Таиланде возникла идея создания шоу «Мир наизнанку». Собравшись с мыслями, Дмитрий отправился на телеканал 1плюс1, но там отказались спонсировать программу, а предложили за свой счет отправиться в экспедицию, самостоятельно снять серию выпусков, а канал уже по приезду решил, стоит ли это показывать по телевизору. Накопив денег, съемочная группа в составе всего двоих человек, телеведущего и репортера отправилась в Камбоджу, лучшую страну для путешествия, по мнению самого Комарова. Интересно, что до этой поездки Дмитрий уже посетил более 20 стран. Продюсеры канала были довольны проделанной работой, и уже в декабре 2010-го зрители канала 1плюс1 увидели первый выпуск программы. Телезрители впечатлил образ жизни местных жителей, особенно поедание ими ядовитых тарантулов. Снимая передачу, съемочная группа не на шутку рисковала, знакомясь с племенем, которое впервые видело белых людей, ведь племена-людоеды для Камбоджи не являются чем-то необычным. К счастью, жители этого племени вреда не нанесли и даже убежали от ведущего. Также в этой экспедиции Дмитрий подвергся укусу ядовитой змеи и, доверившись биологу из Советского Союза, не обратился за медицинской помощью. Шоу набирало популярность, и вскоре Дмитрий отправился снимать следующий сезон, посвященный Индии. Во время путешествия по стране Дмитрий Комаров преодолел 20 тысяч километров за 90 дней и установил рекорд «Максимальный пробег по Индии своим ходом за минимальный срок». Эта страна поразила своим сумасшедшим движением без правил, колоритом, где соседствуют шикарные особняки с нищенскими трущобами. При этом жители, живущие в грязи и бедности, счастливые. Дмитрий стал первым и единственным пока журналистом, которому разрешили снимать «Сожжение трупа на священной реке Ганг». Третий сезон был посвящен Африке, где он посетил Эфиопию, Танзанию, Занзибар, Кению, познакомив зрителей с нетронутыми цивилизацией уголками этих стран, с редкими профессиями местных жителей, яркой культурой. Нравится? Очень. То есть африканцы тоже украинцы? Немножечко. Кстати, в Кении Комаров научил вождя племени Масай готовить оливье. Но не обошлось без рисков. Во время съемок Дмитрию с оператором пришлось бежать от племени, вооруженного автоматами Калашникова. В этой экспедиции Комаров совершил действие государственной важности, установив впервые флаг Украины на экваторе. В 2012 году «Мир наизнанку» получил престижную награду «Фаворит телепрессы», заняв второе место в рейтинге лучших телевизионных программ Украины по версии профессиональной прессы, а по итогам альтернативного зрительского голосования программа заняла первое место. Сам Дмитрий был признан лучшим тележурналистом года. Затем вышел новый сезон программы, посвященный Вьетнаму, где колдун племени всерьез пытался выдать свою дочь замуж за Дмитрия, при условии, что журналист навсегда поселится в племени. За этим сезоном последовал и следующий, снятый в Индонезии, где ведущий посетил самый густонаселенный остров на планете Ява и снова поддался риску, спустившись в кратер действующего вулкана. А в 2015 году Дмитрий с напарником несколько месяцев путешествовали по Мексике, посетили дом, где жил и творил Эрнест Хемингуэй. Также они побывали на Кубе, где у них был реальный шанс сесть в тюрьму за нелегальную съемку и шпионаж. А в Боливии съемочная группа находилась на грани смерти, проезжая по опасной дороге над обрывом. Он меня практически столкнул на обочину, посигналил и проскочил. На тот момент число выпусков перевалило за сотню, после чего программа «Мир наизнанку» была внесена в Национальный реестр рекордов Украины. За наибольшее количество туристических программ, снятых съемочной группой из двоих человек. На этом Дмитрий не остановился и продолжил снимать новые выпуски, отправившись в Непал, самую высокогорную страну на Земле, где ему довелось побывать в эпицентре землетрясения силой 5,5 баллов и покорить высочайшую вершину планеты Эверест. В этой стране произошел мистический случай. Дмитрий неожиданно для себя выбрал для перемещения в одно из мест страны не предложенный самолет, а автомобиль. Позже им сообщили, что тот самолет разбился в авиакатастрофе. Вот так вот, друзья, мы с Сашей сидим, смотрим на разбитый самолет и думаем о том и том же, о том, что могли находиться в нем. Кроме того, в Гималаях он разбил свою камеру. Найти такой же объектив в Украине или Непале не было возможности. Поэтому ему пришлось найти фанатов в Москве, которые выручили телеведущего и передали технику через туристов. Затем ведущий посетил Японию, где пытался раскрыть тайны долголетия жителей острова Окинава и узнал причины высокого уровня самоубийств в высокоразвитой стране. Также Дмитрий решился попробовать смертоносную рыбу-фугу, от яда которой не существует противоядия. В чем прикол, что-то, наверное, не понимаю. Почему она стоит так дорого? Зачем рисковать? Телепрограмма пользуется популярностью не только благодаря интересным выпускам, но и обаянию ее ведущего. В 17-м году Дмитрий Комаров стал самым красивым мужчиной года по версии журнала Viva. Этот факт не мешал привлекательному парню долгое время ходить в холостяках, ведь не каждая девушка выдержит его постоянные разъезды. Однажды возлюбленная бросила его по телефону прямо во время экспедиции. Диме показалось, что жизнь закончилась, но он нашел в себе силы и продолжил съемку. Обычно на съемки одного сезона уходит от 90 до 120 дней, однако экспедиция в Бразилию заняла рекордное количество дней – 203, а сам сезон включил в себя 37 выпусков. За это время ведущий сумел показать две стороны Бразилии, познакомив зрителей с реалиями опасной жизни в фавелах, где жители живут по законам наркобаронов, на которых нет правы, и даже сумел взять интервью одного из них. А также поучаствовал в самом настоящем бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро. Из-за постоянных разъездов Дмитрия редко можно увидеть на светских тусовках или в других телешоу. Однако продюсеры канала 1плюс1 уговорили его принять участие в танцах со звездами в 2017 году. Его партнершей стала обладательница титула «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко, с которой он, кстати, и познакомился на конкурсе красоты, где выступал в роли члена жюри. Несмотря на то, что танцевальным талантом комаров не обладает, зрители очень сильно его поддерживали. Шоу-журналист покинул добровольно уступив свое место комику Юрию Ткачу, сказав, что шоу без него станет слишком серьезным. Все заработанные деньги от участия в танцах со звездами Дмитрий и Александра потратили на благотворительность. Во время участия в танцевальном шоу молодых людей начали подозревать в романе, который они подтвердили спустя несколько лет. В мае 2019-го Дмитрий и Александра официально стали мужем и женой, с разницей в возрасте в 14 лет. Обдвенчалась пара в православном храме Иерусалима, а вот медовый месяц провела на Мальдивах. Комаров благодарен жене за то, что она поддерживает его во всем и с пониманием относится к его любимому делу. Поэтому после свадьбы журналист продолжил съемки новых выпусков мира наизнанку. В 2020 году сезон был посвящен Китаю, где он искал миллионерам потенциальных жен и не упустил возможности похвастаться своей красавицей-женой, показав ее фото китайцам, которые одобрили выбор ведущего. После свадьбы Дмитрию сложнее даются съемки, ведь он скучает по молодой жене. Ему приходится прерывать экспедицию, чтобы чаще видеться с Александрой. В 2021 году на экранах появился новый сезон, посвященный Пакистану. Лучше всего подняться в воздух и посмотреть на это место с вертолета. В этой стране ведущие с оператором на военном вертолете пролетают на дне туристическими, но красивыми местами, которые уже более 70 лет являются горячей точкой. А также зрители увидят уникальное природное явление – действующий грязевой вулкан. Несмотря на страсть к путешествиям, ведущий тревел-шоу очень любит родину и во все экспедиции берет свой талисман – флаг Украины. А когда в поездках начинает скучать по дому, Дмитрий слушает Святославова Корчука. В том же году ведущий был удостоен звания «Заслуженный журналист Украины». Доход Дмитрия составляет 1 миллион 750 тысяч долларов в год. Это около 145 тысяч долларов в месяц. Дмитрий сам участвует в рекламе, а также вставляет различные интеграции в выпуске телепередачи и аккаунты в социальных сетях, зарабатывая около 100 тысяч долларов в месяц. В интервью Комаров рассказывал, что до женитьбы жил с родителями в их доме под Киевом, а сейчас вместе с женой проживает на съемной квартире. Молодая семья собирается приобрести собственное жилье в Киеве, правда выбирает между квартирой и частным домом. А пока Комаров купил участок земли в поселке Верховина в Ивано-Франковской области, куда будет ездить на отдых с семьей. Супруга Комарова Александра неплохо зарабатывает, владеет сетью ресторанов и кафе. Дмитрий помогает жене в бизнесе. Он неплохо разбирается в разных кухнях, а также умеет решать деловые вопросы. Кстати, его любимые блюда – гаспачо и омар под соусом бешамель. Ежегодный доход от ресторанов составляет от 100 до 150 тысяч долларов. Дмитрий известен своей любовью к шикарным ресторанам и одежде. Ежемесячно звезда тратит от 5 до 20% своих доходов. До 10% уходит на покупку новейшего снаряжения для путешествий, камеры, объективы, специальная одежда и всевозможные приспособления. В гараже у Дмитрия стоит внедорожник Land Rover Defender 110. На этом автомобиле он передвигается уже почти 10 лет. Ведущему нравится этот внедорожник за то, что перед ним нет никаких непреодолимых препятствий. Правда, жалуется, что в нем нет комфорта. Также Дмитрия интересуют мотоциклы. В 16-м году на день рождения он сам себе подарил японский мотоцикл Kawasaki Drifter 400, который ему привезли по заказу из Японии. Кстати, у команды Дмитрия есть микроавтобус с надписью «Комаров», на котором они передвигаются в пределах СНГ. Еще одно увлечение Дмитрия Комарова – это самолеты. Пилотированием он увлекся в 15-м году. Мечтает в будущем со своими друзьями-летчиками приобрести общий самолет для личного пользования. В 19-м году Комаров вместе с ними установил рекорд Украины. На четырехместном самолете экипаж за три дня облетел все области страны, кроме зоны боевых действий и Крыма. Особое внимание Дмитрий уделяет благотворительности и часто проводит акции для конкретных людей без завлечения внешних ресурсов. Недавно он подарил автобус семье из Бразилии, в которой мальчики создали футбольную команду. Также Комаров создал благотворительный фонд «Чашка кофе». Идея проекта заключается в том, что отказавшись от суммы, равной одной чашке кофе в день и передав ее на благотворительность, каждый может спасти чью-то жизнь. Комаров реализует проект через собственные страницы в социальных сетях, выступая гарантом того, что собранные деньги полностью пойдут на лечение ребенка. К нему присоединились Надя Дорофеева и Андре Тан, которые помогают Дмитрию в организации проекта. До начала так называемой пандемии COVID-19 фонд сумел собрать более 32 миллионов гривен и спасти 25 детских жизней. В планах у Дмитрия написать книгу о путешествиях, которая будет содержать много фотографий, советов туристам, рецептов экзотических блюд и эксклюзивной информации о самых необычных фактах и точках планеты. Кроме того, Дмитрий выступит в роли продюсера фильма «Игрок со временем» и попробует себя в новом амплуа, сыграв одну из ролей в киноленте. А как вы думаете, справится ли Дмитрий Комаров с ролью актера так же хорошо, как он справляется с ролью ведущего мира наизнанку?